Ну вот и добрались мы до очередного нашего любимого борща. На этот раз я буду варить борщ старым дедовским способом, в прямом смысле слова дедовским способом, потому что мой дед делал это примерно так. В чем отличие? В том, что, конечно, у меня нет русской печки. Дед с бабушкой жили в деревне, и они готовили это все в русской печке. Это было давным-давно, естественно, но я это прекрасно помню. Борщ на лосятине мясо мне принесли, сам я в охоте не участвовал, а дед у меня был егерем. Ну и лосятина у нас, в общем, была всегда, в зимнее особенно время. Поэтому вот сейчас мне тоже охотники для... Когда узнали о том, что я буду варить суп старым дедовским способом, только в скороварке, они мне подогнали кусок хорошей лосятины, я ее выварил в скороварке опять-таки в течение там полутора часов, освободил от костей, там кости очень мощные. И я его сразу не буду туда закладывать, там очень такой хороший, нажористый, постный, ну такой нежирный бульон. Значит, откладываю я ее в сторону. А для всего остального беру, значит, две довольно больших свеклы, буду нарезать ее на желтой своей любимой доске. Значит, морковь, такую тоже большую, две маленькие хрепы буквально. Луковицу нарезать не буду, потому что я хочу накормить этим супом свою любимую жену, Ирину Сергеевну. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь разных чесночин будет. И по вкусу будет капуста. Значит, сейчас откладываю все вот сюда и начинаю нарезку. Отличается этот способ от традиционного тем, что продукты закладываются сразу. Они вытаскиваются туда-сюда, не пассируются, не там, никакой вот этой вот лишнего движения не присутствует на площадке. Значит, мы нарезаем по-мужски, произвольно капусту. Такой не зимний, а такой больше осенний вариант, когда, ну, ноябрь, когда еще есть свежая капуста, осталась в голубце в доме. И подъедаем потихонечку. Часть капусты засолена, а часть на щеницу ушла, а часть вот мы ее подъедаем таким образом. Ну что, там в скороварке у меня уже кипит бульон. Мясо я туда не закладываю, вот оно стоит отдельно. И сразу в этот бульон, в котором я варил, ну, соответственно, лосятину, я закладываю первым делом капусту. Все, капуста ушла. Теперь пришла очередь моркови и двух вот этих вот репок. Так, репинами их не назовешь, а репки, да, пожалуй, можно. Я вот так вот с соломочкой необычной. А в мультиварке можно такой супчик забабахать? Я думаю, можно. Попробуйте, если у кого-то есть мультиварка, попробуйте мультиварку. Ну, только я не знаю, где вы возьмете шестилитровую мультиварку. Может быть, они и есть, конечно, там все время, по-моему, сколько, литра по три или по два мультиварочки. У меня шестилитровая кастрюля и шестилитровая скороварка. Морковь готова. Начинаем делать репу. Идем закладывать целую луковицу, морковь и репу. Погнали. Значит, третья закладка. Перец и чеснок. Достаем семечки из перца. Они не острые, как в остром перце. Это произвольная программа, которая уже связь поколений. Значит, старый дедовский способ здесь пересекается с современными традициями. В деревне у моего деда перца не было. Он его не очень любил. Но все остальные продукты, которые здесь присутствуют, были. Поэтому я решил, что здесь он как бы уместный и тему не испортит. Ребята, я косичнул. Сложите. Я забыл фасоль, которую замочил еще вчера. Я пошел за фасолью. Вот она. Фасоль. Посмотрите. Я же ее вчера замочил. Вместе с перцем пойдет. Это обязательный ингредиент. Перец – это связь поколений старого дедовского способа и нашего современного. Вот, смотрите. Значит, нарезали перец. Вот так вот. Раз. Чеснок. Дед очень любил, когда я готовлю. Когда я приезжал, когда они уже старенькие были. Вот, они очень любили, когда я блины им делаю. Я приеду, они, Леша, давай нам блинов. И я им блинов шурую с грибной икрой. Это до сих пор мое фирменное блюдо. Это до сих пор мое фирменное блюдо. Когда у меня с праздник, я делаю блины с грибной икрой. Значит, это как раз то, что меня дед попросил делать. У меня эта технология отработана. Она будет у нас тоже на канале. Да, это не имеет отношения практически к 500 супам. Но это мое любимое блюдо праздничное. Блины с грибной икрой. И с грибной икрой из не свежих грибов, а из сухих белых грибов. Или там подосинок, подберезовиков. Все, пошли закладывать очередную закладку. Чеснок, перец и фасоль. Погнали. Вот, смотрите. Давай яйца заложу. И идет у нас фасоль. Заранее замоченная. Промытая, как положено. Сейчас мы заставочку снимем красивую, которая сейчас прямо. Возник вопрос. Почему так мало бульона в скороварке? И что это такое вообще? Как это так? Наверняка кто-то уже остановил видео, написал там комментариев, кучу, что там получается такое. Я объясню почему. Потому что если я залью сейчас сюда весь бульон, то у меня будет мало под крышкой воздуха. Давление не создастся. Поэтому бульон у меня поделен на две части. И лосятину я тоже туда не закладываю. Именно по этой причине. Я сейчас заложу правильно все продукты и залью минимум бульона. Так, чтобы только-только нормально покрывалось, чтобы был воздух для того, чтобы создавалось внутри давление. И ничего там не бомбануло, ничего не хлопнуло. Значит, мы пойдем резать свеклу или бурак, у кого он называется. Бурак у нас называется свекла. Будем резать как получится, по москальски, как это в большей украинском написали. Режешь по-москальски и все прочее. Но порежем по-другому. Я объясню, почему я так режу. Потому что в нашем районе, да, надо правильно резать соломкой там свеклу. Все правильно, я согласен с вами. Но в закладку, вот в эту вот, она так все пропарится и так все выйдет, что все будет четко. И так все будет вкусно. Но мы постараемся соблюсти правильность нарезки свеклы в этот раз. И впоследствии я обещаю, что мы будем стараться правильно нарезать свеклу. Да, стараемся, Антоха? Естественно. Да, и Слава тоже старается. Все будем стараться. Вот как-то так, наверное, будем. Вот так вот я потом уже и сделаю красоту на виду. Свеклы много в этом году у нас в огороде уродилось. Поэтому будем есть хорошую свеклу, знатную. Вот, красота. Нарубали, как шашкой. Видите? В мелкий винегрет. Погнали закладывать нарезанную свеклу или свеклу. Напишите, как правильно, свеклу или свеклу, если кому-то важно. А в скороварочку. Слава уже у меня рука не мило. Готовим? Работаем? Готовим. Работаем. Все, погнали. Закладываем нашу неправильно нарезанную свеклу. Вот так вот. Все. Вот красота какая. Все. Закладочка это финальная, считайте. Все, там густота ужасная. И теперь я смотрю, как правильно нам все перемешать и залить все оставшимся бульоном. Никакой жижи там не должно быть. Все, больше должен просто быть вообще бомбически. Вот, видите? Вот так правильно. Вот. Вот так. Вот. Точка прямо. Видите? Все. Сто процентов, посмотрите. Нужное количество бульона. Точно рассчитанные ингредиенты. Сейчас дождусь, когда все закипит. Попробую на соль и буду закрывать скороварку. Лосятина будет порционно, потому что иду еще сюда и лосятину заложу, и все у нас, места не останется. Это у деда был 8-литровый казанок. У нас как раз 6-литровая скороварка. Не казанок у него был, а чугун, чугунок, чугунище 8-литровый. Если у вас 8-литровая скороварка есть или 9-литровая, тогда можно туда и мясо заложить вместе с ним. Но так как мясо уже просто полтора часа уже выварено, все просто выварено, зачем его еще до полтора часа туда бахать? Оно вообще уже смысла никакого я не вижу. Поэтому мы в бульоне тушим все овощи. Вот такой вот у нас смысл всего происходящего. Правильно? Правильно. Ждем, когда закипит, пробуем соль и закрываем все это дело. Моем руки. Ну что, вот. Сейчас будем открывать борщ. Осталось... Да что мне сегодня прямо вообще? Обжигаюсь в какой раз уже. Не сильно, конечно, но так... Все, посмотрите. Ну что, давайте снимать. Смотрите, какая штука. Сразу же луковицу берем, вот она, красота какая-то, видите, бульк. И выкладываем. Предсказуемо, конечно, свекла потеряла все свои вот эти вот цветные штучки. Тут цветов, свеклей, видите, совсем нет. Вот посмотрите, что мы делаем на нашей сковородочке. Давайте вот это вот закладывать сразу же. Вот этот кусочек я отложу сюда для съемок, а вот это я спокойно закладываю. Видите? Раз мясо, все туда закладываю. Как раз мясо. Отлично все. Потом мы берем это все и перемешиваем. Вот так вот. Уже веселей, когда с мясом, видите? Уже веселей. Уже мясо есть. Ага. И дальше правильно. Берем вот так вот. И большими, большими, но тонкими. Вот так вот. Раз. Красиво. Это все закладываем. И все. Ну что, накладываем. Если вы будете его хранить, так можно поесть, а потом можно его в конечном итоге прокипятить просто чуть-чуть буквально, довести до кипения, чтобы та свекла, которая попала, ну свежая буквально, она тоже немножко пообварилась и пообмякла, еще больше отдала, как бы цвет, больше. Только не слишком много кипятите, потому что он опять просто тупо возьмет и потеряет весь цвет. Ну вот, смотрите, мы пока накладывали, фотографировали для, и снимали для финальной части нашего выпуска борщ в тарелку. В кастрюле вот эти вот тоненькие кусочки свеклы обмякли и отдали, отдали весь цвет содержимому всей кастрюли. Посмотрите, вот какая красота стала. Просто вообще чудо. Я даже еще борщ не попробовал, вон он стоит в этом, а он уже весь покраснел и пропитался. А вот эти вот кусочки свеклы, дайте я сейчас, вон, вот они. Они, конечно, еще не это, не сварились, какой-то смысл. Но если мы немного его прокипятим, доведем до кипения, вот сейчас прямо пойду, вот в тот как раз случай уникальный, мы не на парковку поставим, да, как я обычно говорю, а поставим на плиту обратно и доведем его чуть-чуть до кипения, и чтобы он, они обварили, чтобы их можно было тоже, ну, если уж захотелось слопать, так ее прямо зацепить можно было и съесть. Так, ну вот все, обратно скороварка на плите, а я буду уже пробовать наш русский борщ. Сразу скажу, лосятина это мясо не жирное, это вам не какой-нибудь поросенок там домашний или какой-нибудь гусь, например, да, хотя борщ из гуся у нас тоже будет. Но у меня гуся еще в холодильнике лежит полторы штуки, фермерские лежат, они ждут своего звездного часа. Вот они, ребята, жирные, да, можно там это. А здесь лось, это постная, там было совершенно вот чуть-чуть вот столичка жира, и то, пока мы его процеживали, он весь на кастрюле остался. Поэтому, кто любит те борщи, супы, вот борщи особенно, которые опаснее без излишнего жира, я думаю, что вот эту штуку, наверное, надо приготовить. Сейчас все, буду снимать пробу. Ребята, легкие, во-первых, во-вторых, после того, как мы добавили туда свеклу, именно после он приобрел вот этот вот свежесвекольный аромат, аромат супа свекольника, кто пробовал, вот он появился прямо. Мало того, что свекла была внутри, две больших свеклы, но они потеряли свою окраску, а вот третья, она как бы, и как будто бы перевалила вот это вот, добрала то, что у них есть вот в этом вот внутреннем резерве, и отдала прямо вот именно аромат свекольника вот этому борщу. И еще одна легкая, там нет жира никакого, и вещь очень хорошая тем, кто любит вот именно постные борщи. Вот посмотрите, вот этот наш любимый кусок мяса. Вот если я его возьму сейчас и разорву, вот посмотрите как, посмотри, вот он, видите, вот эта лосятина. Ирине понравится, она будет рада и счастлива. Ну что, очередной суп под номером 52, 3, 54, под номером 54 пошел в нашу копилку за отчет, отличный вариант русский борщ, значит, в таком печном скороварочном исполнении. Готовьте, подпишитесь в инстаграме, есть ссылочка внизу, посмотрите других, много выпусков, они тоже есть, ссылки в описании в нашем. Присылайте свои рецепты к нам на электронную почту, пишите в комментариях недостатки, как я неправильно что-то сделал, как, если что-то вам понравилось, напишите, пожалуйста, то, что вам понравилось, и смотрите следующие наши выпуски. Всего хорошего, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok